Чё, правда, март уже, что ли, а? Да, уже март. Блин, я нихрена не успеваю. Давай по сокращенной программе тогда. Сегодня 8 марта, значит, дорогие дамы. И не дамы, хотя я не знаю, ребят, чего вы здесь делаете, потому что видео было чётко подписано на женский день. Не суть. Суть в том, что я Руслан Усачев и хочу поздравить вас с 8 марта. Это шикарный праздник. Он в два раза превосходит по шикарности 23 февраля. Ну, например, если вот это 23 февраля, то 8 марта будет вот здесь. Где-то там наверху день десантника. Руслан, а чем это он лучше 23 февраля? Спросите вы меня, сидя перед монитором. Зачем вы это делаете? И у меня на этом 8 причин. Итак, я щенячью радостью представляю вам 8 причин... 8 причин, по которым 8 марта лучше, чем 23 февраля. Или, как говорят улицы, 8 причин, по которым 8 марта рулят. Йоу. Первая причина. В этот день вы можете есть сколько захотите. А главное, что захотите. Конечно, это не освобождает вас от надобности полдня отрчать на кухне, чтобы приготовить свою любимую пасту а-ля карбонара, или что вы там, цветочно-конфетные создания, едите. Я лично мармеладных мишек люблю. Главное, что вам не придется по его требованию готовить жареную картошку с грибами, а потом выслушивать, что его мама готовила в детстве намного лучше. Потому что вас никогда не получится приготовить так же хорошо, как у мамы. Никогда. Вторая причина. Весь день можно слушать песни Максима, смотреть мелодрамы разной степени сопливости. А если кто-то посмеет противиться, то... То откнись, скотина. Единственный день, когда я себя человеком могу почувствовать. Женщиной настоящей. Ты опять все портишь. Ты мужлан и не понимаешь ничего в настоящем искусстве. В то же время, если меня спросят, почему я весь день слушаю песни Максима, смотрю мелодрамы разной степени сопливости, то... А... Это не я, это же сегодня там... Ну... Бабы-дуры, да, брат? Третья причина. Для того, чтобы праздновать 8 марта, достаточно просто родиться женщиной. То есть, ничего делать не надо. Ваши родители за вас уже все сделали, когда в один прекрасный день ваш папаша сказал... Дорогая, ну... Ты же знаешь, что в этих штучках ничего не почувствовать. К тому же, после одного раза что будет? Дело в том, что когда меня поздравляют с 23 февраля, я себя как-то неловко чувствую, потому что я не служил, и есть небольшая вероятность, что я не буду. Нет, я, конечно, пару раз спасал мир, но дело в том, что я в основном использовал вот этот инструмент, а некоторые говорят, что это не очень круто. Пф, снова бы. Называли бы его не Днем Защитника Отечества, допустим, Днем Реального Пацана. Вот тогда без проблем. Йоу. Номер 4. Ну, это очевидно, 8 марта выходной, и всем наплевать, что 23 февраля тоже выходной, потому что февраль уже закончился, а март сейчас. Дэээ. Номер 5. Ну как же, 8 марта мой день рождения. Нет. У-ху! Я, конечно, сейчас соврал. У-у-у. Мне просто одного пункта не хватало. Что? Но я все равно вас люблю, даже если вы этого не знаете. Следующий. Хотя теперь знаете. Шестая причина, кажется. Немного субъективная. Дело в том, что 23 февраля мне отмечают на куче невменяемых картинок и видео. Ну, типа вот этих. Это ты огнебила войной. Вылетят самолеты. Вылетят самолеты. Гадость некошерная. Фу. А 8 марта меня не трогают. Правда, девушек отмечают на куче невменяемых картинок и видео. Некоторые даже снимают специально такие тупые видео. Стоп, что? Предпоследняя причина. Подарки. Поверьте мне, мужчины куда больше любят их дарить, чем получать. Особенно, если вы пытаетесь всучить им очередную пену для бритья. Именно из-за того бешеного количества подарков, которые я должен подарить в этот день, я каждый год стремительно покидаю город в направлении глухой деревни с населением женщин 0, больных на голову, хромых стариков 1. И с упоением слушаю его рассказы о войнах и подвигах, которые, скорее всего, даже и не имели места быть. Восьмая причина. Как-то так исторически сложилось, что мне женщины больше нравятся. Прости меня, центральная станция. Мне думается, что это связано с тем, что женщины периодически выглядят вот так. Твои, мой любимый, мой любимый, когда я мечтаю, это ты, мой любимый, мой любимый, когда я плачу, это для тебя, мой любимый, мой любимый. А мужчины регулярно выглядят вот так. Вот, в общем, и все, что я хотел сегодня сказать. Смотри, моему папе, кажется, понравилось. Проказник. мы молод враг. Мы ? Смотри, - .- - .е